Рис полезен, но в основном для применения внутрь. Крахмал, он может снимать даже воспаление. Кроме того, рис известен тем, что впитывает жир. Рисовая вода для волос. Что это? Действительно польза или очередной хайп? Здравствуйте, вы на канале Акуфитос и с вами я, доктор Наталья Барунова. И я, доктор Владислав Ткачев. Здесь мы рассказываем о разумном подходе к здоровью волос и не только. Научно и популярно на основе данных научных исследований и собственного клинического опыта. И сегодня мы поговорим о рисовой воде для волос. И смотрите наш ролик до конца, если вы хотите узнать о том, полезна ли для ваших волос рисовая вода. В интернете можно встретить множество рецептов, посвященных применению рисовой воды для волос. Например, предлагается брать чашку риса, промывать ее в проточной воде. И далее рис заливают примерно в соотношении 50 на 50 с водой и оставляют на полчаса. Но иногда рис ферментируют, оставляя на сутки. Затем вода сцеживается. И вот этой водой уже ополаскивают волосы, наносят. И либо держат длительное время, либо смывают через относительно короткий промеруток времени. В общем-то, рецептов достаточно много. Ну и давайте мы с вами разберемся, есть ли какая-то польза от рисовой воды. Сначала немного истории. В 1887 году доктор Эйкман, который был тюремным врачом в Джакарте, обнаружил, что рисовые отруби могут вылечить полиневрит у цыплят. Более того, он провел исследование и установил, что те куры, которые были на свободном выпасе, в отличие от домашних, практически не страдали полиневритом. Полиневритом – это аналог болезни Бери-Бери, которая поражает людей. И он решил разобраться, что это такое, почему происходит. Это заболевание было в то время очень распространено в тюрьмах. Он изучил рацион питания в разных тюрьмах, установил, в каких из них болезни полиневрита, болезни Бери-Бери были распространены в большей степени. Так вот, оказалось, что в тех тюремных заведениях, где экономили на питании заключенных, болезнь по какой-то причине была распространена в меньшей степени, чем там, где о заключенных заботились больше и давали им очищенный от отрубей рис. Ну что оказалось? В тех изоляторах, где давался очень качественный, чистый рис, там и болели заключенные. Там же, где рис был бурым, плохо очищенным или вообще не очищенным от оболочков, эта болезнь не встречалась. Заметив это, многие ученые, прочитав публикации Эйкмана, стали сказать, а что такое содержится в рисовых оболочках? И таким образом были открыты витамины группы В, в частности, витамин В1 и литиамин. Оказалось, что рисовые оболочки содержат довольно много полезных веществ. Помимо витаминов группы В, это и токоферол, это и биотин, это и аскорбиновая кислота, много-много микроэлементов и даже макроэлементов, таких как алинатрия, а также селен, магний, кремний, аминокислоты. Довольно интересным веществом, на котором тоже нужно остановиться, это инозитол. Им тоже рис довольно богат. Ну, инозитол – это витаминоподобное вещество. Нам интересно то, что инозитол оказывает свое влияние на чувствительность к инсулину. Он также в ряде исследований улучшает аволиторную функцию и снижает уровень андрогенов. А мы с вами помним, что андрогены – это мужские половые гормоны и активный метаболит тестостерона, дегидротестостерона – это как раз тот метаболит, который способствует выпадению, истончению волос и облысению. Поэтому ему приписывают также некоторый положительный эффект при выпадении волос по мужскому и женскому типу, то есть при андрогенетической аллопеции. Другими словами, инозитол может помогать женщинам, у которых такой распространенный диагноз, как поликистоз яичников, почему мы вспоминаем этот поликистоз. Это одна из частых причин повышения мужских гормонов, в частности, тестостерона у женщин. Ну, а что касается риса, то он состоит, как мы с вами знаем, помимо содержания полезных веществ, он содержит немного клетчатки, содержит также белок и очень много углеводов в виде крахмала. Более того, в рисе крахмала больше, ну, практически в три раза, да, чем, например, в картофеле. Мы знаем, что картофельный крахмал активно используется при приготовлении пищи в кулинарии. А чем же он полезен, рисовый крахмал? Крахмал – это природный полимер. Когда мы рис замачиваем и выделяется в воду крахмал, так называемая крахмальная вода, служит хорошим питанием для микрофлоры, для бактерий. В частности, там содержится вещество, которое называется бутерат. Это такая жирная кислота, которую любят бактерии, причем в основном полезные бактерии. Кроме того, рисовый крахмал – это такой известный слизеобразующий продукт. И вот если некая слизь покрывает что-то, например, волос, это как раз заменяет желатин. Ведь одна из еще также популярных масок – это желатиновые маски, да, когда-нибудь мы, наверное, и о ней поговорим. То есть крахмал – это еще загуститель, да, и вот этот загуститель может придавать блеск волосам. Кроме того, рис известен тем, что впитывает жир. Крахмал – он может снимать даже воспаление, да. Поэтому, как бы ни казалось примитивным, мы от витаминов, от аминокислот, от инозитола ушли в основном сейчас в крахмал. Почему? Потому что вот эти все полезные вещества, перечисленные в самом начале, находясь в рисовой даже воде, они не могут глубоко проникнуть на уровень волосяного фолликула. Кожа головы покрыта жиром, и вот этот водный раствор, он не может преодолеть этот липидный барьер. Поэтому в данном аспекте витамины здесь играют не самую большую роль, потому что все-таки рисовая вода наносится на сами стержни волос, которые являются структурой мертвые. Таким образом, вот его польза больше на самом деле сводится к крахмалу. Не хочется примитизировать вот этот вот продукт, потому что он действительно ведь полезен. Да, он полезен, и там в ваннах для смягчения, для снижения воспаления тот же крахмал применяется. Есть даже рецепты с использованием его, как сухого шампуня, например, когда он применяется на кожу головы. Но если вернуться к рису, то рис полезен, но в основном для применения внутрь, именно как раз вот этот бурый, с оболочками, с содержанием всех минеральных веществ и витаминов. То есть польза от него на самом деле будет больше при приеме внутрь. Мы с вами поговорили про подручные средства в виде рисовой воды для структуры и блеска волос. А если вы хотите качественно позаботиться не только о красоте, но и здоровье ваших волос, о здоровье кожи головы, тогда переходите по ссылке, и вы найдете там натуральную профессиональную косметику Эко-3а-3. Там есть маски и пилинги для кожи головы. Несмотря на тот бум, который широко распространен вокруг рисовой воды, конечно, этот продукт не настолько полезен, но учитывая невысокую стоимость и его косметические эффекты, улучшающие внешний вид волос, безусловно, рисовая вода имеет право на существование и может быть использована. По крайней мере, она не вредна, в отличие от тех многих средств, которые люди в домашних условиях применяют. А также надо сказать гипоаллергенно. Да, я бы тоже так сказала. Если вы использовали рисовую воду, уже пробовали наносить ее на свои волосы, напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если вам было интересно, и обязательно подписывайтесь, чтобы узнать больше о волосах. С вами был канал Акуфитос. До новых встреч. Всего доброго.